я не пророк я не знаю но то что как-то мы стали подниматься может быть да за счет там говорят нефтяной иглы да за счет нефти может быть может в этот момент надо было как-то на хотя мне кажется это и делалось наращивался там золотой запас еще что-то дабы вот сделать это определенные шаги или они не понимают что делать я далек от политики я не понимаю финансовых этих вещей и вообще считаю что все финансовые институты учат обманывать людей то есть учат людей обманывать других людей чтобы продавать свои продукты но опять ерунда какая-то да фигня как чтобы впарить какую-нибудь говно извините энное количество денег не на этом нажиться у меня нет такого вот прям вот путин путин ну да я знаю одно что мы все умрем и путин тоже когда-нибудь умрет может быть все будет иначе наверное какая-то у нас все время вот это вот я помню со школы не со школы даже до со школы когда вот люди помните шли с челобитной 905 года революции так называемый да к царю потому что казалось что царь все решит царь даже был ящик специальный для писем к царю батюшки жалобы там и пускали которым як якобы может действительно читал и там что-то помогал непосредственно и у нас все время вера в какого-то такого лидера который обладает физической силой политической силой мистической силой даже и вот как например до сих пор мистическое это мистифицирует сталина да непосредственно вот прям вот мне кажется это или ленин который лежит у нас в мавзолее муфицированный прям такое поклонение вот эти люди же ходили миллионами вокруг этого захоронили бы его уже давайте уже захороним в конце концов пускай в земле спит что это такое и и все время надежда на то что вот что-то придет какой-то дедушка спустится там дух все лица него да и вот он сделает жизнь лучше он сделает жизнь так или так а все остальные нот пришел путин пришел медведин а весь этот ректора все эти чиновники которые там фигней занимается по всем районам они как были так и остались ну но может быть он и действительно с хорошими намерениями что-то пытается сделать здесь вот нет состыковки мы у каждого у нас нет у нашего народа у наших чиновников не буду говорить президент какой-то одной цели где-то куда мы идем почему мы идем у нас такое ощущение что вот это на авось а как будет то есть или там я вот сейчас занимаю поста я там что-то там взял откаты там или подарок да и мне ну да мне хорошо да елки плевать как говорил свое время вот даже там интервью какого-то бизнесмена когда он горит что ты думаешь о других то себе думаю у тебя семья дети ну блин но нам жить в этой стране надо забывать не только о том что мы-то вырастим мы умрем останутся наши дети и такой же человек как я мыслящий о том что да фигня думай о себе ваших же детей загнобит или сделает так что им будет нехорошо вот это мы вызываем мы живем данный момент а там как будет нет мы не опираемся на свою совесть что такое совесть это совместная весть весть свыше которая нам говорит как правильно поступать а как неправильно поступать откуда-то должно начаться нам говорят начните себя вот вы себя начнете но человек один да он начинает но когда он опирается в один угол в другой угол когда его там прессует там прессует в конечном итоге ну да можно загнуться поэтому как говорится верхи хотят как низы не хотят верхи могут низы не хотят и вот это нет вот это соприкосновение почему-то народ это быдло у нас вот меня поражает вот это сейчас принято называть либеральными там каким-то вещами ругающих путина вот эти люди которые ругают там путина там и так далее там подобное и они начинают вот это народ быдло они слушают путин они там это как и своего мнения нет вот у меня есть я говорю ребята с таким отношением если вас привести к власти мне уже страшно становится потому что отношение к своему народу как быдлу как вы будете потом к нему относиться когда вы будете у власти вот извините что вы будете с этим народом делать относиться как быдло и что вы с ним делать игра нельзя так во главе угла все равно человек надо к человеку как говорится доброе слово и кошки приятно в основном полюбите своего свой народ ради чего вы это делаете если вы идете вверха делать ради того чтобы ему было лучше может быть и мы стат и он станет лучше может следующий раз он не ударит своего ребенка не пойдет не купить себе чекушку чтобы нахерачиться